Шаббат шалом, дорогая община! Всех, кто присоединился к нам в онлайн, и сейчас у нас время комментария Торы, и мы можем пристать, и давайте мы помолимся перед комментарием. Баруха Таа Адунай Лухейну Мелыха Алам Ашер Бахарбану Амину Танлану Эторату Баруха Таа Адунай Нутенна Тора Благословен ты Господь Бог наш и Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и даровавший Тору. Благословен Бог, дарующий Тору. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как здорово, что мы в Доме Божьем, да, как сегодня об этом говорилось. Знаете, когда нету, иногда бывает, вот не походишь на служение там, да, неделю, две, кто-то может быть даже больше по болезни, и вот такое вот состояние, когда вот, что все-таки вот не хватает служения, хочется прийти в общение. Вот есть такое, да, вот состояние. Это правильное состояние. Это лучше, чем когда ты думаешь, да ладно, ничего страшного, я дома посижу. То есть это опасное состояние. Поэтому, когда у нас есть состояние прийти в Дом Божий, это, ну, это нормальное состояние сердца. Поэтому, слава Богу, что вы здесь, что те, кто в онлайне тоже присоединился. Итак, дорогие друзья, сегодня недельная глава Тора называется «Шмот», что в переводе вот имена. И также она означает книгу «Исход», да, мы называем книгу «Исход», «Шмот». И это, начинается эта глава с первой, с первой главы по шестой, по шестой главы. И в этой главе очень кратенько такое, вот я сейчас расскажу, что происходило. «Фараон в страхе напуган чрезвычайным численным размножением детей Израиля, вот, и делает их рабами, у него возникает план убивать, да, всякого, кто рождается, это, ну, из мужеского пола, да, то есть у него возникает страх. Вот, ну, мы знаем, что, да, тоже есть, как бы, такая версия, да, что хотят, там, высшие власти сократить численность населения, возможно, у них тоже страх, только не знаю, почему. Или мы их объедаем, или сильно много, может быть, на нас тратится денег, ну, как бы есть такая, вы слышали, да, такая версия, что хотят, то есть численность населения немножечко ее сделать меньше. Вот, фараона тоже был такой страх, то, что Божий народ, он растет, и, возможно, там, захватит всю территорию Египта, и вот у него такой возник панический страх. В этой же главе описывается рождение Маше, и как Бог его сохраняет, да, мы все знаем эту историю, усыновление Маше дочерью фараона. Потом, когда Моисей вырос, он видит несправедливость к еврейскому народу и убивает египтянина по случайности, ну, так происходит. Потом бегство Маше из Египта в землю Мадиамскую, женитьба Маше и встреча с Богом и его призвание. И я бы хотел бы зачитать книгу «Исход», книга «Шмот», «Исход», 3 глава, 6 стиха, именно вот о его встрече с Богом и о его, как бы, призвании. И 3 глава, 6 по 10 стих. Здесь написано, «И сказал, я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавлять его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую. И пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Иевеев и Иусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И вот в этом разделе я увидел два таких важных момента, да, или две темы. Первая из них, это называется так, молчание Бога заканчивается. Бог не вечно будет молчать. И мы знаем, что народ Божий, находясь в Египте, да, ну, исходя из Писания, исхода 12 главы, находился примерно 430 лет. Да, это большой срок. Писание говорит, что иногда Бог молчит, и иногда молчит долго, как вот в этой ситуации. И мы знаем, что похожая ситуация, да, перед приходом Ишоа, Мессии, тоже, ну, прошло примерно такое же количество времени, по-моему, даже больше. Там, по-моему, 500 лет прошло, ну, по исследованиям. И, да, между Ветхим и Новым Заветом, да, был такой промежуток. Еще это время называют средневековый период. И в этот период что происходило, да, разделение на религиозные группы, так как не было пророков, да, Бог не был через пророков. Люди начали разделяться на какие-то религиозные группы, где-то создавались группы, которые трактовали по-своему, как бы Писание. То есть, да, это говорит о том, что как важно, чтобы кто-то нам говорил слово, да, как важно, чтобы был кто-то, кто бы направлял, бы говорил. Вы знаете, 500 лет, да, такое молчание Бога. Пророков пророки не говорят, и каждый трактует по-своему. Знаем, да, время Александра Македонского, потом был переход Палестины под влази греко-язычных селевкидов. Также в это время тоже есть и плохие, да, стороны, есть и хороший праздник Ханука, да, освобождение храма от всякой, как бы, нечисти, да, то есть, ну, вот Хануку мы празднуем. И вот приход, да, первого пророка, да, это Илья, через 500 лет Бог начинает говорить. Это Новый Завет, да, а потом после Ильи приходит наш Господь. И вот интересный такой, да, вот такой вот промежуток. И в этом молчании у Бога всегда есть план, и план для избавления своего народа, и, возможно, каждого в отдельности. И если он молчит, это не значит, что он забыл. Иногда мы что-то просим у Бога, и мы, может быть, просим долго, и мы думаем, и мы, ну, возникают такие мысли, что, наверное, что дело, да, до Бога, да, что, ну, до меня дело. То есть Бог, наверное, все-таки молчит, забыл и так далее. Но в этом молчании на основании Слова Божьего Он готовит план. И Его план – это план для избавления. И чем больше Бог молчит, тем грандиознее и могущественное избавление. И мы это видим в Писании. И можем задать вопрос, почему Бог молчит? Я думаю, что одно из ответов – это когда мы долго чего-то ждем, долго, то на самом деле мы тогда это больше ценим. Когда дети чего-то ждут, да, от родителей, там, какой-то там, не знаю, там, подарка, сюрпризы или еще чего-то. И когда ты сразу даришь, ну, как-то не очень, но когда приходит долгое время, и это думаешь, вот, наконец-то дождался я. И на основании, да, Божьего Писания, что Авраам, он ждал своего сына 20-25 лет. Да, он вышел в 75 лет из урока Халдейского и в 100 лет у него появился сын. Долго ли ждал он? Долго. Я думаю, что очень сильно ценил он, да, своего сына. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, она ждала исцеления. И она получила его 12 лет. Каждый из нас, он чего-то ждет от Бога. Кто-то может, не может, очень долго забеременеть. Кто-то сражается с болезнью и ждет исцеления. Кто-то хочет семью. Кто-то ждет спасения своих родственников. Кто-то ждет перемен во всем. И я скажу, те, кто ждет, те, кто молится, Слово Божие говорит о том, что молчание Бога, оно заканчивается. Долго ли это время или, может быть, не очень долго, но молчание Бога заканчивается. И это первый момент. Второй очень важный момент, это касательно призвания каждого из нас, или в общем, что очень важно быть на том месте, где ты находишься. Это очень важно. Если взять жизнь Моисея, да, Моше, то его жизнь, она была поделена на таких три периода. Интересно, что каждый период он занимал 40 лет. 40 лет он был во дворе фараона. 40 лет он пас овец, да, в земле Мадиамской. И 40 лет он был освободителем еврейского народа, то есть пастырь еврейского народа, или, можно сказать, царь, да, первый царь Израиля в пустыне. И следует заметить, что иногда приходит очень много времени, прежде чем Бог, ну, нас к чему-то призовет. Моисей, он был рожден, да, чтобы спасти еврейский народ. Но никто об этом ему не говорил при рождении или при жизни. Только спустя 80 лет, да, такой промежуток, он вошел в свое призвание. И интересно, что за каким занятием Бог, да, ну, призвал его. Что он делал? Он пас овец. То есть он не лежал там на диванчике, он там не занимался там еще чем-то, еще чем-то. Он именно конкретно пас овец, занимался одним делом. Вот. И иногда, да, вот люди бывают говорят, да, сколько я могу там расставлять стулья, сколько я могу там заниматься там детьми, сколько я могу и многое-многое-многое. И, не знаю, это может быть, возможно, черта характера, что есть люди, которые, ну, долго нигде не задерживаются. Там чуть поработали, там не понравилось, там. Я понимаю, что есть время, когда, ну, Бог направляет. Ну, есть, может быть, черта, не знаю, хорошо это или плохо, но я все-таки уверен, и у меня есть как бы пример из жизни о том, что когда ты находишься на одном месте, Богу легче тебя направить. У меня есть хороший пример. Я работал на одном предприятии по изготовлению ремней, и я освоил очень хорошо один процесс. Ну, просто освоивал очень хорошо. И один человек, у него тоже было предприятие, когда он узнал, что я стал мастером какого-то процесса, он захотел меня переманить. Вот, ну, потому что учить кого-то это время. И он предложил мне довольно побольше зарплату и говорит, переходи ко мне, то есть будет все хорошо. Но я понимал, что это неправильно, то есть я все-таки говорю, я останусь на этом месте, пусть даже мне меньше платят. И я знаю, что через какое-то время то предприятие, оно развалилось, вот, и потом Бог меня через то место, где я находился, он ввел меня в более лучшее место. И вот на своем как бы опыте я скажу, что очень важно находиться на том месте, где ты находишься. Маше, он не метался по периметру, он не бегал, он приходило Божие время, он перемещался, проходил какой-то промежуток времени. 40 лет он был возле фараона, 40 лет он пасовец, и 40 лет он потом вел народ. И это очень важно. Есть событие, которое меняет Бог, а есть событие, которое мы бежим впереди Бога. И есть еще одно местописание, это Марка, 4 глава, там написано, что «но не имея в себе корни и непостоянный, потом, когда он встает скорбь или гонение, за слово тотчас соблазняется». То есть очень важно, каждый из нас, он хочет, чтобы Бог его призвал. Каждый из нас, он ищет Божьего призвания. Но когда мы находимся и постоянно в каком-то деле, то я думаю, что Богу легче, как Моисея, нас направить. И это очень важно. И когда мы находимся в каком-то деле, мы что-то делаем там, где мы находимся, Бог благословит, как Моисея. И вот в этой истории я увидел две важные истины. Первая из них – это то, что Бог не молчит, даже когда нам кажется, что прошло совсем много времени. Бог, Он ответит. Те, кто верит, те, кто ищет Его, как написано, «Услышал я вопль своего народа, и я иду его избавлять». И второй момент – очень важно находиться там, где ты находишься. Мы не можем сказать, что мы не в той семье родились. Мы не можем сказать, что мы, наверное, не в той стране, не в том городе родились. Я думаю, что мы там, где мы должны быть. Поэтому пусть Бог благословит вас быть там, где вы находитесь. И ждать, я верю, что Бог, Он придет, и если что-то Он приготовил для вас, Он приготовил, то Он ведет вас что-то больше. Аминь. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова